С вами Анатолий, парыга печами и дымоходами из интернет-магазина Жарпарком И сейчас я нахожусь в фирменном магазине Термофор в Москве на Сигнальном И сейчас будет видео о том, какой гейзер кому подходит Потому что термофор очень сильно расширил линейку гейзеров Это, наверное, самые продающиеся печи для русской бани Раньше был просто гейзер 2014 Потом появился гейзер газовый, красук Потом появился гейзер мини Потом появился гейзер XXL Потом появился вот сейчас на днях буквально гейзер микро И надо разобраться, кому что подходит, под какую парилку Для этого начну-ка я с паспорта А потом уже посмотрим всякие технические фишки, которые термофор реализовал в этих печах Ну вот, смотрим Теперь как бы паспорт единый на всю линейку Можно поставить видео на паузу и посмотреть самому внимательно Я же прочту следующее Гейзер мини от 6 до 12 кубов Гейзер 2014 от 8 до 18 кубов Гейзер XXL от 12 до 24 кубов И гейзер микро от 4 до 9 кубов Значит, заметьте, каждый гейзер выпускается в модификации карбон, инокс Гейзер, по-моему, в иноксе пока Ну, точно будет в карбоне Карбон, инокс и карбон, инокс Объясню, что это такое Это не просто надписи вот тут вот инокс И вот тут вот, допустим, карбон Это обозначение металла, из которого сделана внутренняя часть топки Инокс это нержавейка Если открыть дверь, тут все будет белое, как видите А карбон это углеродка Если открыть дверь, то все будет черного цвета Естественно, нержавейка лучше тем, что когда идет нагрев Она образует оксид-хром, пленку такую, которая не взаимодействует с влажным воздухом А углеродка обычная, она коррозирует Образуется окалина И, в общем-то, выжигается кислород в бане Потому что окалина это продукт, химическая реакция между кислородом и сталью Ну что ж, пойдем от большого к маленькому смотреть, что к чему Во-первых, есть печи со стеклом, есть печи без стекла Практически каждая печь в линейке имеет модификацию либо со стеклом, либо без стекла Со стеклом красивее, без стекла дешевле Раньше завод выпускал еще вот такие вот маленькие дверцы Отдельно, чтобы, если захотелось поменять вот такую дверь на такую То можно денег доплатить и купить Сейчас, не знаю, просто не слежу Ну, наверное, тоже выпускает Кстати, дверцы теплодара со стеклом подходят под продукцию термофора И дверцы термофора также подходят под печь теплодара Они взаимозаменяемые, кстати, так же, как и вот эта вот разделка Дальше Есть модификации печей, которые имеют вот такие два отверстия по бокам Это теплообменник Ну, практически, опять же, каждая линейка в гейзере Либо уже имеет, либо, наверное, будет иметь вариант с теплообменником То есть, очень большой выбор и разброс То есть, и цвет может быть Либо красный терракот, либо черный антрацит И дальше там с теплообменником Без теплообменника, с большой дверцей Без большой дверцы еще из чего и сделано Из нержавейки или из углеродки В общем, сам бывает путаюсь Но на сайте термофора все подробно и доступно описано Поехали смотреть конструкционные решения, которые завод делает Значит, возьмем самую большую печь Гейзер XXL Которая на 24, по-моему, куба помещения рассчитана Чтобы не соврать, проверю себя по паспорту Да, от 12 до 24 Но 12 я бы, конечно, не ставил такую зверскую машину Почему? Потому что она не только много в себя камней вмещает Но имеет еще кучу щелей Это называется нерегулируемая конвекция Но в данном случае она оправдана Обычно нет То есть на маленьких печах вот такие вот вещи лучше не делать Потому что это постоянный воздухонагрев То есть снизу засасывается воздух, идет через кожух и выходит горячим С этим все банщики как бы борются Но на 24 куба печь без конвекции Из стали я не видел Потому что камни, которые нагреваются здесь Получить нагрева Их недостаточно, чтобы протопить 24 куба Даже 20 Поэтому, если опять же смотреть на конкурентов Эта печь, допустим, Теплодара, Кубань Она тоже вся имеет щели Она тоже там до 20, по-моему, кубов То есть за счет щелей просто увеличивается мощность печи Так, что здесь есть? Выход дымохода Очень хороший, я считаю, выход Потому что когда сажа падает вниз Она нигде не скапливается А падает туда, внутрь топки Это закрытая каменка Для чего она нужна? Для того, чтобы забить вот это вот все дело внутри Вот это дело внутри Вот это, вот это, вот это Внутри камнями забить Огонь со всех сторон нагревает Идет отсюда, идет отсюда И камни просто находятся в огне Раскаляются до невероятных температур И когда вы через заливочное устройство Заливаете воду Получаете легкий мелкодисперсный пар Которым удобно дышать Здесь также кладутся камни Но если вы уже на камни воду поливаете То получаете сыроватый крупнодисперсный пар Который в терминологии банщиков обжигающий И дышать им трудно Поэтому обычно люди, которые покупают гейзер Пользуются закрытой каменкой Заливают воду через это устройство Которое имеет обратный клапан Слышите, он там Вот он Открывается, закрывается Этот обратный клапан нужен для чего? Для того, чтобы Обратно Не шла вода А выходила где-то в других местах Эти другие места Вот там вот отверстия И вот тут вот тоже должно Да, вон оно отверстие То есть пара еще Перегретой доводится еще раз Вот в этой конструкции На камнях Потому что здесь тоже все забито камнями И они тоже хорошо нагреваются И тут И тут от стенки Вот от этой И пар доводится То есть выход пара находится вот здесь И вот здесь Можно еще сделать Ну как у меня на предшественнице гейзера 20 Там уже не знаю Как эти модели называются Да Просто стоит бак Вот такой вот И одет тройник на трубу Чтобы Можно было заливать воду В автоматическом режиме Нажал рычажок Все заливается сюда Или нажал рычаг Уже на другой трубе идет слив ведро То есть Вот такая вот конструкция На гейзере XXL То есть Вот такой вот домик На обычном гейзере Такого домика нету Здесь барабан Вот Ну вот эта печь Очень давно Делается С 2014 года Отлично себя зарекомендовала Обратите внимание Что Щелей практически здесь нету То есть их вообще здесь нету Только вот здесь они есть И они уже нужны Для того Чтобы сталь Служила долго Потому что Если полностью заблокировать сталь То Просто ее поведет очень быстро Но некие трюки тут тоже есть Вот это вот Это тоже Конвекция Но она хотя бы не бьет в стороны А бьет в сторону камней Вот этих камней На открытой каменьке Которыми вы все равно не пользуетесь То есть Это излишки Горячего воздуха Выходят Вот только для того Чтобы конструкция служила дольше Здесь вот эти щели Сделаны И здесь щели Для других целей А именно для того Чтобы очень быстро Обогревать парилку Вот эта конструкция Таймыр называется Это Не совсем гейзер То есть конструкция Один в один То есть закрытая каменька Барабан Заливочное устройство Только вот это вот Старое устройство Без обратного клапана еще Ну печь давно сделана Сейчас уже на таймыре По-моему такой же Да точно Такой же обратный клапан Закрытый стоит Это газовая печь Как там что сделано Чуть-чуть позже Теперь Как у нас сделан Гейзер мини Смотрите Вроде как бы каменка Вот здесь вот уже Ну вообще тут Мало камней Можно положить И Они уже Чисто для красоты То есть Сюда вот Забрасываются камни В закрытую каменку И Закрывается Заливочным устройством Лада попадает сюда И выходит вот Отсюда Из вот этих вот щелей А тут уже Просто камни Для красоты Потому что Это печка Для маленьких парилок И опять же Заметьте Щелевые конвектора Находятся только В одном месте Дальше уже По бокам Их нету Ну и теперь Переходим К новинке Это Микро Она совсем Крошечная Маленькая Мне по колено Вот Мельчайшая Печь Как что здесь Сделано Значит Закрытая каменка Здесь сделана Как на большом Самом XXL Так Вот это у нас Каменка Закрытая Сюда Также Кладутся Камни И пар Выходит Вот через Эти вот Отверстия Значит Что касаемо Щелей Здесь Нерегулируемая Конвекция Сильная Но и печь Сама Очень маленькая Ну Я не знаю Хорошо Это плохо Тут надо Смотреть Именно На маленьких Печах На маленьких Парилках То есть Вот хорошо Кто-нибудь Отзыв Поставил бы Эту печку И отзыв Написал Как не пересушивает Маленькую парную Или пересушивает Значит Замечу То что Рамки сделаны По старинному Образцу То есть Вот такие вот Рамки Делались Ну Давно Уже Рамки на Других Печах Красивые Тут еще Рамки Взяты От каких-то Старых моделей Скорее всего Вот от этой вот Модели От осы Какой-нибудь Так Кстати Вот давайте Возьмем Самую простую Печь Вот эта вот Считается Простой печью Это оса Она точно Такая же Маленькая Как гейзер Но если у вас Маленькая парилка Я бы вам все равно Рекомендовал бы Вот Микру Брать Чем осу Потому что Здесь нету Закрытой каменки Здесь камни Закладываются Вот сюда Вот видите Воздух Будет охлаждать Их снизу Воздух Будет охлаждать Их сверху В общем Пар будет Не айс Но все равно Есть люди Которым Все равно Чего покупать Потому что Она намного Дешевле То есть Это там 9 тысяч стоит А этот 12 На 3 тысячи Дешевле А это уже Целый сэндвич В наше Непростое время Но по сравнению Со стоимостью Всей парной Вот Крайне Убеждаю вас Не брать Вот печь С открытой Каменкой А брать Именно С закрытой Вот Ну а Насчет Нерегулируемой Конвекции Ну тут Только опытным путем Можно понять Пересушивает Она в маленькой Парилке Или не Пересушивает Давайте Смотреть Теперь Что у нас Внутри топки Так Вот такая вот топка У гейзера XXL Она Огромна Видим Чугунный колосник Скосов нету У топки Нет Не очень нравится Посмотрим Что у нас Сверху Сверху Находится Барабан Он сделан С усилениями То есть Это термонагруженная Деталь Барабан Закрытый Каменки Именно там Находится Огромное количество Камней И Огонь Проходит В щели Вот в эти Вот И он В туще И со всех сторон Охватывает Закрытую каменку Мне Вот это вот Дело Очень нравится У меня У самого Повторю Ангара 2012 Предшественница Вот этой печи Вообще Супер Печь Но это Лучше Гейзер Лучше Чем Ангара Значит Стекло Посажено На рамку Это Значит О том Что Оно Вряд ли Лопнет От Температур Потому что Бывает Что Стекла Ставят На такие Вот Точки На точечное Крепление Между Между ними Напряжение Образуется И Лопается Все В общем Стекло Ручка Все сделано С умом Красивый Дизайн Все здорово Смотрим Как сделана Классика Наверное Уже Это Гейзер 2014 Что Внутри Топки Топка Уже На мой Взгляд Сильно Отличается Я бы сказал В лучшую Сторону Потому что Здесь Видите Скосы Тут Скосы Тут Когда Дрова Прогорают Образуется Уголь Уголь Лежит И Прожигает Стенки Или Деформирует Их Температурами Здесь Собственно Когда Дрова Превращаются В уголь Они просто Скатываются Уголь На чугунный Колосник Мне вот Эта конструкция Больше Нравится Лично Мне Вот это Стоят Заклепки Ну Не заклепки Винты Это Теплообменник Можно Поставить Вправо Влево Вот Сейчас Он стоит Влево Ну И Все То же Самое Барабан Большой Конечно Меньше Чем По-моему Да Меньше Меньше Чем У Гейзера XXL И Стоят Ну Газ Сгоревшие Газы Идут Вверх Видите Вот Кусок Трубы Тоже Нагревает Эту Трубу То есть Это Еще Перегревание Пара Которая Образуется Вот По этой Трубке Он идет В открытую Каменку Где Догоняется И тут Тоже То есть Ну Вот Эта Модель Мне вообще Вот Очень Нравится Гейзера Обычный 2014 Значит Вот Это У нас Таймер Это Газовая Печь Тот же Самый Гейзер Только Сделанный Следующим Обратом Я Пожалуй Даже Открою Чтобы Было Видно Смотрите Сюда Вставляется Газовая Горелка И Пламя У газовой Горелки Оно Не очень Большое Вот Такое Вот И Язычки Пламени Они Прямо Под Закрытой Каменкой Здесь Закрытая Каменка По-моему Чуть Повыше Стоит Не Очень Не могу Точно Сказать Рулетки У меня Нет Но По-моему Здесь Она Пониже Чуть Чуть То есть Вот То Что Язычки Пламени Стоят Прямо Под Закрытой Каменкой Это Вообще На мой Взгляд Супер Ну Вот Так Вот Выглядит Топка Скосов Тут Никаких Не Нужно Потому Что Что Здесь Ну Следующая Печка Гейзер Мини Витро Как Сделано Топка Намного Меньше Сюда Уже Большие Дрова Не Влезают Здесь Маленькая Топка Вот Смотрите Сами Сюда Большие Дрова Сюда Дрова Поменьше Так Скосов Нету Здесь Вот Проходит Огонь И Сюда Заходит Огонь То есть Закрытая Каменка Нагревается Сильно Давайте Смотреть Микро Здесь Совсем Знаете Прямо Вот Брикетами Топить Зашибись Ну Или Ставить Крест Накрест Стандартные 40 Миллиметровые 40 Сантиметровые Полежки Что тут Сверху Тоже Барабан Но Выход Газа Идет Немножко По-другому То есть Он По бокам Сгоревший Газ Идет Вот Сюда И Вот Сюда То есть Конструкция Тут Переработана То есть Он как бы По бокам Идет И вот Отсюда И отсюда Выходит Интересная Тема Хочу В завершение Ролика Вам Посоветовать Вбить В Ютубе Ну К примеру Сочетание Словосочетание Ну К примеру Легкий пар Гейзер 2014 Вы Сами Убедитесь То Что это Не Маркетинговые Трюки Там Сырой пар Сухой пар Мелкодисперсный Крупнодисперсный А реально Поливают сюда На открытую Каменку Воду И Пар Виден глазами Это крупнофракционный Когда же Заливают сюда То Получается Пар Который Не виден глазами Он мелкофракционный Что касается Этой печи Она спокойно Жирает Два литра воды Я сам это видел И превращает Это в пар Вы тоже Можете В принципе Это увидеть Зайдя Опять же На ютуб Вбив Гейзер XXL И посмотрев Видео Оно по моему Есть на ютубе Вот Ну Чем бы я Все это дело Резюмировал Чем бы я Все это дело Резюмировал Знаете У печи Это кстати Еще Абсолютно Разный ценник То есть Еще вопрос Вашего кошелька Но Если у вас Большая парилка Ну это Либо Гейзер XXL Либо Саяна XXL Вот они Кстати Стоят Саяна XXL Которые В отличие От гейзера XXL Закладываются Камнями Везде Сюда Тоже Вставляется Заливочное Устройство Оно лежит Внутри Печи Пар Выходит Вот отсюда И все Заложено Камнями Это тоже Печка Которая На 24 Куба Но Она Потребует Однозначного Фундамента Не знаю Гейзер XXL Потребует Или нет Но Честно Скажу Мне Саяна XXL Больше Нравится Почему Потому что Здесь Просто Красивее Когда Куча Камней Заложена Печь Просто Сама По себе Красивее Становится Между Камнями Всегда Есть Трещина Ну Как сказать Отверстие Нижение Кирпич Который Один На другой Кладется Еще Замазка Здесь Та же Самая Щелевая Нерегулируемая Конвекция На Саянах XXL Что И На Гейзере XXL Только Здесь Вот Такие Щели Дальше Дальше Если У вас Все Таки 18 Кубов Вот 18 Кубов Берите Гейзер 2014 Если У вас 12 Кубов Мини Однозначно Если У вас Допустим 9 Кубов Глядя На Микро Я Все Таки Склоняюсь В сторону Мини Объясню Почему Мне Не Очень Нравятся Вот Эти Щели Ну Как То Вообще Они Мне Не Нравится Большое Количество Щелей Здесь Нет У Этих Щелей И По Моему Топка Здесь Чуть Чуть Побольше Но Зато Зато Разница Есть В Цене То К примеру Возьмем Цены Официальные Сейчас На момент Съемки Микро Стоит 12 Тысяч Из Карбона А Из Инокса Тоже Вот Печь Мини Стоит Это Витро Так Вот Стоит 16 999 То есть Разница Там В 5 Тысяч Ну Не в 5 Там Не знаю В 4 Тысячи Но Все-таки Я бы Взял Из Нержавейки И С большой Топкой И Без Щелевых Конвекторов Но Если 5 тысяч Для вас Большие Деньги Что я В принципе Понимаю То Вот Достойная Печь Это Повторю Всяко Лучше Печь Закрытой Каменкой Чем Вот Любая Простая Маленькая Печь Будь то Там Аса Или Там Калибри Или Русь Девятка Вот Печь Охренительная Для Маленькой Парилки Если У вас Денег Немного В общем То Я наверное Все вам Рассказал И показал Будут Вопросы Пишите В комменты Отвечу Ну И Если У вас Газовая Печь То Нужна Под Газ Я считаю Вот это Вполне Нормально Даже Отлично И Супер Великолепно Потому Что Те Газовые Печи Которые Я Видел У них Даже Все Таки Когда Она На Факелах Лежит Это Намного Лучше Все Ставьте Лайки Ставьте Дизлайки И Пишите Если Я где-то Ошибся Был Неправ Ну И Жмите Красную Кнопку Подписаться Без Нее Никуда Все Всем Пока До Свидания Ну И С наступающим Легким Паром Если Кто-то Сейчас Уже Мчит Магазин Покупать Печку Всем Пока